доброе утро дорогие друзья солнечный день вот смотрю на альфу и радуюсь как покрасили серёжа уже и расширительные фендера поставил то есть дима красил помимо полностью всего зада он еще фендера потому что и даже вот эти вот криво были покрашены чтобы совпало цвет просто в идеал когда такая широкая борзая классная в общем то мама будет ездить и кайфовать а мы с вами едем с утра получается давайте съездим за запчастями на форт фокус я нашел практически все в цвет но дороговато нужно торговаться я не знал что на фокус цены как на бмв утро начинается не с кофе а сотки на бензин реально сотка короче нашел у ребят в цвет фару бампер капот reinforcement короче практически а и подушку и он мне цены относительно классная дал ну то есть не так как на пикин пуле он говорит на пикин пуле за день раскрепают говорит люди следят за этими машинами вот поэтому говорит там шансов почти нет я сейчас плюс минус 800 долларов я сейчас вложусь и это по идее все что мне нужно а ну и ремень почти короче весь ремонт я надеюсь около штучки выйдет и того машина встанет там чуть больше трех перепродажно у нее 6 500 но я скорее всего размещу в группу иммигрантов и скажу дорогим иммигрантам продаю по супер классной цене и я говорю ко мне прилетят в течение часа я вроде иммигрантам помогу и двушку заработаю роче такая утром суматоха вы не представляете фокус уже стоит у меня возле шапа чтобы понимали деньги я завез его сыну потому что я как раз здесь нахожусь и я жду пока они найдут фокус у них там я насколько понимаю несколько найдут нужные запчасти мне и вымут их я смогу их забрать мы нашли фару вот прикиньте мексиканская разборка это когда вы сами сами снимаете сами лазите то есть вот это так работает они мне обещали бампер и капот ничего не нашли это капец какой-то то есть понимаете у них настолько большой срач бампера то есть его сняли он в хорошем состоянии с машины кинули друг на друга и он берет эти бампера об стену царапает я смотрю как должен быть выглядеть и вот то что они предлагают и вообще мы не нашли в цвет они сказали у них есть и капот и бампер по базам бьется везде я по базе разборок смотрю а мы не нашли ни капот не бампер то есть там настолько большой срач некоторые запчасти пришлось типа мне с ним лезть снимать прям с машины я такой опа прикол я забрал верхний reinforcement машина уже стоит я уже деньги заплатил плюс забрал фару и забрал airbag нам останется я думаю зажало ремень найти капот найти бампер и посмотреть тебе нужен ли райнфорсмент или что-то такого короче дозвонился до еще одной разборки хотят 405 плюс налог 450 за капот но он в идеальном состоянии здесь мне обещали 350 просто были запчасти потеряны все ее не найти то есть она уже где-то мятая лежит вон стоит моя пушка стоит моя ракета моя машина за полторушку а вот это прикиньте целый автомобиль вот это точило вот это конечно вещь лобовуха треснута погнали крыло замято самое самое вообще страшнючая а колени стрельнуты я не видел на фотках не было в чем проблема у них коробки летят просто капец здесь либо меняная коробка либо я конкретно влип если она сейчас не будет дергаться то это хорошо потому что они вымирают просто на пробегах 60 тысяч не миль километров блин ну это офигенная тачка за полторушку так все здесь ну так чуть почистить кейс от телефона но я не могу сказать что-то какой-то капец так ручка двигаемся а он оставил где-то здесь ключ вот есть до 1 2 сам завелся да ладно коробка назад не дернулась блин ручник так драйв да ладно давайте проедемся посмотрим коробка рабочая коробка шикарно это больше всего чего я волновался потому что у нее проблема короче паркинг вот задняя мы едем заднюю то есть она пропадает у них вот проблема нейтралка переключилась drive мы едем вперед то есть все шикарно назад опа и поехали коробка живущая мне реально повезло работает идеально масло поменять и все ну чисто для профилактики очень очень хорошо шикарно фара одна целая я думал нет то есть у меня бампер капота и практически все там может грильки какие-то а так мы выигрыши послушайте как работает шикарно крылышко загнута надо будет крылышко купить основа таки я доволен у нас настолько мало всплывающих вещей у нас даже грилька по моему это целое да друзья для вас прошла минута для меня прошел целый день капец меня вымахивает наш вот новый проект это что-то просто с чем-то 5 часов и я еду к фокусу потому что но я хочу хотя бы снять бампер такое по чуть-чуть по чуть-чуть начать его делать завтра суббота потом воскресенье понедельник американский национальный выходной некоторые разборки работают завтра можете завтра где-то смогу еще какие-то запчасти вымутить как раз пока у ребят шапки работает вот у меня три дня чуть-чуть позаниматься фокусом помните эту машину которую банк не хочет отдавать я ее вчера вечером выиграл еще раз за практически ту же цену на просто на 200 долларов дешевле второй раз я же выиграл она играется уже седьмой раз и если они до 6 вечера мне сегодня и не отдают они и и значит снова кидают на аукцион я уже даю довольно неплохую цену и все равно типами в какую я не могу понять с какого после какого раза до них дойдет что типа им не дадут на 7000 дороже чем они хотят они хотят на 7 дороже обычно трех раз хватает чтоб человек понял да да нет нет какую цену на аукционе дадут за его машину никогда не думал что меня так будет радовать ford focus вот посмотрел еще раз и за 1650 реально классная покупка так из нужного под замену вот эта вещь на той стороне вот это вот это выжила нам нужно вот это верхняя я ушел с рабочего места в 5 на часах 6 практически ровно за час вот по сравнению с там с бмв со всеми ford это просто сказка разбирать потому что смотрите за час что я сделал за час я разобрал все что мне нужно разобрать убедился что лонжероны не гнуты убедился что радиатор целый видите все шикарно все отлично снял снял бачок снял гудки короче я тут миллион всего снял все у нас все что осталось это целая на машине нам повезло что даже вот эта вещь выжила короче что нам нужно у меня даже вот есть уже эта запчасть фара у нас есть нам нужен новый компот нам нужна новая фара нам нужен новый вот этот вот пластик из экстра но я предполагал то есть это идем по плану нужен реинфорсмент потому что там все нормально а здесь видите то есть его помяло но это шикарно это вы подумаете блин это же еще одна запчасть нет эта запчасть стоит 100 долларов но она нас спасла от погнутого лонжерона что шикарно бампер у нас у нас даже некоторые грильки целые может если у меня сейчас будет вдохновение еще поменяю подушку а вообще представьте за час я бы сказал за час все снять когда у нас будут все запчасти засесть на два часа и все собрать все и машина будет готова ехать еще нужно будет кстати крыло вот крыло загнулась я не знаю можно попробовать его выровнять либо купить новое ну другое же дело согласитесь там еще коленную найти а знаете что самое кайфовое я могу это оставить ровно вот так вот вот когда я возле дома ремонтировал каждый день надо что-то все прятать вот так машину на улице оставить нельзя сейчас просто выключил свет закрыл гараж я завтра сюда вернусь и продолжу на том где остановился это шикарное ощущение не представляете мне еще нравится что за машиной следили то есть это вот хороший признак трансмиссия живая я думаю ее уже поменяли ну реально типа без шуток стикер на стекле где говорится поменять масло на пробеге 100 с копейками тысяч у нас 99 меняли по регламенту вы посмотрите на вот это новые тормозные диски они вот как зеркало реально смотрите на них почти не катались и вот попали в аварию пятница 7 вечера мы газуем по пробкам доброе утро друзья суббота мы с вами выезжаем вылетаем просто за запчастями на нашу ракету ford focus есть ребята которые я не знаю как у них работают разборки которая даже не анонсируют что у них есть ford focus на разборке они на площадке объявлений где продаются бушные машины выложили объявление что мы разбираем ford focus у нас есть такой-то мне сейчас нужно реинфорсмент усиление бампера купить и все вот эти вот пластики чтобы все сделать по уму конечно дешевые машины это очень сомнительный бизнес в том плане что я лично видел пару раз как на таких дешевых машинах даже усиление бампера не покупают то есть у вас там все замятое вы просто все снимаете или так как есть оставляете ставите бампер просто на клипсы или вообще в некоторых случаях на ziptice и она в тот же день улетает на продажу даже все должно быть в лучшем виде мы с вами не кидал и так что нужно закупиться всеми нужными запчастями чтобы люди после нас ездили радовались на 13 или 14 год какого там она это же не мертвая машина нормальный автомобиль вот эта разборка вот это прикол смотрите кузова все что угодно долго конечно как бед но я сделал ход конем перезарядить ремень стрельнувший на фокус будет стоить около там 120 долларов плюс его нужно отправлять я сделал ход конем во первых я здесь нашел коленную подушку он такой это будет стоить 150 я говорю ты мне не рассказывает а фокус машину которую ты можешь на коприте сыграть за полторы тысячи долларов смысл подушки за в 150 долларов я сумму со 150 сторговал до 75 плюс за ремень отдал 50 и того 125 долларов у нас и у нас салон все законченный забрал усиление на бампер забрал верхний пластик за 200 долларов там я оставил получается сколько 125 и того 325 плюс 350 вчера 675 долларов и нам еще осталось бампер капот и крыло ну в штуку не вкладываемся но в полторушку точно войдем единственное ребята у которых есть типа в наличии все запчасти которая мне нужна бампер капот и крыло но они такие цены гнут 480 за капот плюс 160 или 170 за крыло ну какое 160 170 я на mercedes крыло по таким ценам покупал плюс бампер с оторванной клипса и они хотят вообще тоже там что-то диких цен вернулся сюда хочу посмотреть я что-то крыло не искал может сейчас крыло найду да ладно у нас кажется есть крыло офигеть поцарапанная конечно но я попробую это заполировать и зато чапать вот вам и ford 1 вот просто даже не трещоткой ничем 10 миллиметровым ключом разобрал крыло какие 150 долларов за крыло 40 долларов о да я думаю уже к этому моменту делать которые медленная с подушкой колени ремнем сняли сейчас мы все поставим реально проект всего лишь на два дня из-за того что у нас сейчас не все запчасти на три дня те машины прикольно чтоб почти все запчасти есть всегда на месте и это типа быстрый день не нужно заплатить за аренду об двушку скосил ну и плюс прикиньте какой возврат на инвестицию вложил 3 заработал 2 это около 70 процентов возврата за пару дней ну как вчера оставил так и осталось прикол смотрите у меня есть вот эта металлическая куплю вон старая вот новая ту которую я вчера купил получается вот это возврат потому что я купил за ту же цену в сборе немного другую видите вот пластики идут цельная целиковая вот она мне нужна вот ее и беру как сборка занимает чуть больше времени потому что битая машина это всегда вот игра туда-сюда чтоб по всем пазам везде сошлось потому что если на этом этапе все будет слишком криво можно подумать никто это не видит это внутри дело не в том что никто не видит я вот уже сколько битых машин мы делали каждый раз убеждаюсь дело в том что потом чуть чуть влево чуть вправо это кривущий зазор там или кривущий зазор там или кривущий зазор капота поэтому желательно сразу сделать все хорошо смотрите поставил reinforcement поставил вот эту она всего там вот двигается но смотрите пазы есть во вторых смотрите вот это на reinforcement и совпадает здесь смотрите о почти идеально вот прикрутиться здесь смотрите у нас вентиляционный вот она защелкивается подходит короче мне начинает нравиться как это выглядит короче радиатор соответственно он держится вот здесь вот две как защелки и плюс по два болта снизу у нас идеально все сошлось друзья мне кажется или я еще только что спас крыло смотрите чуть-чуть еще подогнуть вот она не царапана и ничего то есть вот это вот исправить подполировать может но ведь это она была сильно загнута видите я через кучу тряпок такими этими сегодня суббота у нас с вами будет короткий день короче крылышко я вообще практически до идеала исправил еще там пальцами погнуть и вообще будет шикарно короче машина потихоньку собирается я вам говорю мне докупить нужные запчасти там наверное с девяти утра до пяти засесть и все и она идет на продажу что по сути там болты где нужно подокручивать он пипикалку прикрутить две фары капот бампер и зазорами поиграться все а ну и в салоне подушку я уже решил сегодня не париться с этим все вечерок влог вам бахнул как видите у мамы появилась альфа тойота просто стоит как вы помните мы ее когда в аренду сдавали какая у нас машина а у нас тогда тесла была у родителей помните нам подвредили квотер паша его как мог выровнял тут нужно бампер чуть на место поставить и вот здесь маленький слой шпаклевочки положите все покрасить я насколько понимаю родители в скором времени ее красят у и тойоту на продажу это я вам ее сейчас не продаю потому что скорее всего нас площадке объявлений каким-то здешним улетит я знаю я знаете от чего удивляются я играю машины с разным пробегом и я смотрю порой машина с пробегом 40000 ушатана ну просто в слюне есть люди которые на 30 тысяч на 40 тысяч на 60 тысяч пробега машина может быть капец какой ушатана и я всегда в пример беру нашу тойоту ну кроме того как ее в аренде ударили или она у нас года три или четыре салона пробег у нее пробег 62 тысячи миль и вот такие машины я пскопорта играл смотрите ни одной царапины нигде не протертый руль ни одного пятна на сидушках в состоянии она конечно у лед порой люди с кольцом ездят это уже такое через 20 тысяч миль ушатанное всякое 62 тысячи миль это уже 100 тысяч километров прикиньте за все это время ни одного чек-энжена конечно хотели так как суббота вот уже по традиции бахнуть сегодня шашлык но короче тот слился тот слился ruvim слился все какие-то планы какие-то дела я не могу понять что непонятно каждую субботу у меня на шашлыках ну ладно и осталось там нас несколько миша марк я посмотрим если прям сильно приспичит у меня остались булки у меня в холодильнике там холодильник просто и который раз говорю мини холодильник это была супер покупка кола спрайт салаты есть типа соусы есть сыр даже в холодильнике остался у нас есть все например чтобы сделать бургеры захотим стейки какие-то в любом магазине заехал за двадцатку взял и уехал